Так, значит, что получается, вот это пиксели, да? Или это структура самого экрана? Типа он там плетеный такой, я не помню, что это за квадраты. Пиксели? Короче говоря, ни хера я там не вижу. Вот это и есть, друзья мои, святой 4К. Священный 4К. А это, ребята, пророк его, новый проектор GVC LX UH-1. Говорящее название, да, значит, Ultra HD 1. Собственно говоря, сегодня, редкий случай, речь пойдет не о звуке, а об изображении. А в мире изображений, друзья мои, сейчас есть одна главная молитва и мантра. Это 4К. 4К это разрешение, так называемое Ultra HD. И еще пару лет назад телеки и проекторы, которые давали такую картинку, стоили просто каких-то несусветных бабок. С телеками сейчас стало значительно лучше, потому что пойдите там в какой-нибудь сетевой магазин и попробуйте найти не 4К телевизор еще, да. А с проекторами в плюс-минус происходит то же самое, хотя и не так быстро. Поэтому остается главный вопрос. Все-таки хороший 4К, настоящий проектор можно ли купить за плюс-минус вообразимые адекватные деньги? И я принципиально не хочу вдаваться вот в эти технологические подробности, цифры, там люмены и тому подобные, значит, динамические контрастности. Поэтому будем говорить по-простому. Значит, условно говоря, сейчас в нашем мире существует два, коротко говоря, вида проекторов. Первый это вот недорогие презентационные проекторы, которые сильно светят, значит, мало весят, стоит тоже немного. И по большому счету вот эти вот хипстерские домашние кинотеатры на них и строятся. Как это происходит? За небольшие деньги, там они, блин, за тысячу долларов, меньше даже стоят. Покупается этот проектор, торкается куда-то на полку из Икеи, значит, и светит на белую стену. Все зашибись. Понятное дело, что это дает сразу же ощущение, как бы, кино, потому что выключаешь свет, у тебя большая картинка. Это, конечно, круче, чем телевизор, просто, ну, по, как бы, атмосфере, да. С другой стороны, говорить о качестве картинки, в этом смысле, ну, цветопередачи, там, глубине, контрастности настоящей, ну, как бы, лучше здесь об этом говорить и не начинать. Вторая категория проекторов, это, собственно говоря, настоящие кинотеатральные проекторы, которые используются вот в этих инсталляциях. Одну из них я показывал недавно вам в видосе, да, как должен выглядеть нормальный, нормальный кинотеатр. Это инсталляции, где, условно говоря, она вся стоит 15 миллионов, из них только 5 миллионов входит на проектор и так далее. Поэтому дело, что здесь деньги такие, что ты получаешь за них, ну, как бы, уже абсолютно бескомпромиссную картинку, как бы, в любом случае, лучше, чем в этих всех мультиплексах. Так вот, этот самый новый GVC, UH-1, как раз и находится, как бы, на границе этих двух миров. Соответственно, с одной стороны, он стоит каких-то представимых денег, то есть 150 тысяч рублей. Ну, скажем так, в принципе, проекторы, как бы, серьезные, но там о таких книгах вообще речь не идет. Там сразу все с полутора миллионов начинается, ну, или как минимум полумиллиона, да, то есть 500 тысяч, 10, 150, и при этом по параметрам техническим, он уже, вроде как, относится к тому самому серьезному кинотеатральному классу, на основе которого можно построить реальный, настоящий, как бы, взрослый домашний кинотеатр. Насколько серьезный? Значит, что, собственно говоря, собой представляет эта машина? Это DLP-проектор. Технология DLP, ну, она старая, то, что называется, проверенная годами. При этом сейчас, наверное, даже немного уже устаревшая, потому что все топовые проекторы, они уже перешли на другие, новые, как бы, системы работы. При этом лет 10 назад DLP-проекторы, это был, ну, собственно, самый топчик. То есть это была основная технология настоящих самых крутых кинотеатральных проектов. Но самый-самый-самый хай-энд, это всегда были трех-чиповые DLP-проекторы. Этот одночиповый, то есть это, естественно, позволяет сильно сэкономить, да, и он поэтому становится сильно дешевле. Это первое. Но теперь, тем не менее, сама матрица, это Texas Instruments, она, естественно, во-первых, высокого разрешения, во-вторых, у нее специальные расширенные параметры, у нее там какой-то, значит, расширенный ход вот этих вот зеркал, перемещающихся, ну, как она работает, соответственно, который дает больший яркостный диапазон. Говоря человеческим языком, черный становится темнее, а белый светлее. То есть у вас получается нормальный широкий яркостный диапазон, и благодаря этому картинка становится живой, как бы естественной. То, чего на самом деле вот в дешевых проекторах никогда не бывает. И, в принципе, здесь идея, конечно, на том, чтобы вот максимум качества получить при минимальных вложениях, минимальных затратах того, кто покупает. Вот на чем они, например, еще сэкономили? На управлении объективом. Видите, здесь вот просто крутилочки механические. То есть обычно в дорогих проекторах ты с пульта там чик-чик, и там объективчик у тебя настраивается. Здесь, пожалуйста, крути руками, пожалуйста, фокус настраивай, вот все такое, механическое. Но благодаря этому, условно говоря, ты не должен платить еще 150 тысяч только за вот эти все сервоприводы, понимаешь? А платишь только за качество картинки. И, кстати говоря, вот эта самая ручная настройка, она сделана в очень широком диапазоне. То есть там типа по высоте можно до 60% крутить линзу. Соответственно, люди делали вот это вот все с пониманием того, что это будет не тот проектор, который ставится, не знаю, в специальный там подготовленный кинозал, где есть кронштейн, где он в идеальной позиции относительно экрана висит. Нет, скорее всего, вы его поставите где-то, условно говоря, на той же самой полке. И поэтому он будет стоять не идеально, и его надо будет сильно настраивать именно по геометрии. Это продумано. Ну и, собственно, картинки. Опять же, я не хочу здесь вдаваться в вот эти технические параметры, знаете, по той простой причине. Во-первых, вы сами сможете прочитать их в описании аппарата. Во-вторых, там у видеофилов, слушайте, еще хуже, чем у нас в аудиофилии. То есть они там такое придумывают, там, значит, типа, а вот у нас там какой-то спецдинамический контраст один к миллиону, что означает, что на самом деле там контраст еще другой. Ну, короче говоря, развод к разводу на разводке. По факту какая картинка. Значит, здесь вот очень показательным является то, что здесь в картинке можно настраивать. Вот, смотрите, открываем меню и видим, что здесь, например, есть возможность контроля цвета, причем не три Carl цвета пикселя, а шесть цветов, и каждый по трем параметрам можно крутить. Что это означает? Это означает, что вот в этой штуке реальное изображение можно настраивать на уровне профессиональном и получать действительно здесь, ну, как бы картинку, условно говоря, студийного качества. Настоящую картинку. А чем отличается, скажем, вот там проектор вот этот за 150 тысяч от того, который стоит полтора ляма, да? Ну, скажем так, это количественное отличие. На самом деле тоже, знаете, как в хай-энде. То есть, условно говоря, вот этот проектор будет хорошо показывать хорошую картинку, но максимум на трехметровом экране. А идеально это двухметровый экран, да? Ну, потому что, как бы, качество оптики и качество матрицы такие, что вот это его масштаб. Если вы платите полтора ляма, ну да, вы получите идеальную картинку там на шестиметровом экране. Плюс там она будет, конечно, более, может быть, глубокой, более там какой-то там прозрачной и живой, естественно, да? Но, тем не менее, эта картинка уже будет соответствовать кинематографическим стандартам. И давайте посмотрим правде в глаза. Ну, вот кто из нас, как бы, готов, честно, да? Как бы, какие-то единицы людей способны в нашей стране вот заплатить те самые 15 миллионов или, блин, полтора миллиона за проектор и построить себе вот этот отдельный кинотеатр в отдельной комнате, да? Да, блин, у кого из нас есть отдельная комната? Но! Вот эта штука, и, в принципе, это в истории, как бы, видеофилии, ну, если не революционная вещь, то вещь, скажем так, переломная, да? То есть никогда до сих пор за эти деньги, которые, ну, как бы, хотя бы представимы, ты не мог получить картинку вот такого вот уровня качества, как здесь. Соответственно, здесь ты оказываешься в ситуации, что, ну, вот, нормальный человек, как я, плюс-минус могу задуматься о том, что, да, вместо там какого-то нового телека, ну, сколько, 150 тысяч, ну, это какой-то такой, типа, крутой телек сейчас стоит, да? Вот вместо этого телека я могу купить проектор, ну, там, экран, он не такой дорогой, и получить реально домашний киноконазал с кинематографической картинкой, а не, как бы, просто атмосферной. То есть это вот тот самый случай, когда ты уже в реальности, в жилой комнате можешь построить кинотеатр с картинкой, к которой, условно говоря, вопросов, по большому счету, уже нет. И вот я вам честно скажу, что вот я сидел здесь в кинозале, значит, и смотрел изображение на экране и ловил себе на мысль, что, ну, в принципе, вот так вот, черт его знает, а могу я сказать, в чем отличие, если вот точно так же, вот такой же двух, двух с половиной метровый экран, отличу ли я картинку того проектора, который стоит 5 лямов от вот этого? То есть у меня и к этому уже вопросов особо нет. Просто так вот, когда я смотрю. Я, конечно, человек аудиофильский, не видеофильский, но я все-таки присмотрен. И я реально, учитывая цену этого девайса, начинаю думать, что вот, а что бы пришло на замену моей древней пионеровской плазмы? Да, то есть качество картинки мне важно. Ну вот, за эти деньги очень может быть.